Да-да, это дождь. Смотрите, какой у нас дождь. Сильный-сильный такой лупит ливень с громом, с молниями. И мы сегодня буквально за три минуты с Юркой вымокли до нитки, пока он меня забрал с тренировки. Мы забежали на базар. С базара уже шли под дождем к машине ровно три минуты. И ехали абсолютно мокрые. Вот такой хороший-хороший идет. Все промочит наконец-то. А Юра, вот видите, чем занимается? А Юра красит колеса к прицепу. Аккуратист. Так что вот такие у нас новости. И больше на сегодня новостей, наверное, нет. Сегодня у нас какой день? Сегодня у нас среда. Вот. Да, классный. Вот если он сейчас зарядит на неделю, то это будет, конечно, не сильно весело. А так хорошо, пусть идет. Будет компенсировать, наверное, за все наше засушливое лето. Ну а потом я взялась шить шторы. Вот это с экзотическими листьями будет штора в гостиную. А вот это вот с птичками, с калибри, будет на кухню. Я на кухне еще сошью подушечки на стулья и, наверное, скорее всего, сделаю чехлы на верхнюю часть стульев. Ну там, где пальцами все время берутся. Потому что стулья получаются мягкие, с мягкой обивкой, и чистить их не сильно будет удобно, если что. А кухня есть кухня. Поэтому вот такие вот как бы подголовники небольшие сделаю на верхнюю часть стульев еще. А вот эти вот тропические листья мне прямо очень нравятся. Потому что уже осень, сезон, время поджимает, и надо готовиться к переезду на свою закарпатскую дачку. Ну вот как-то так вот тут вот мы все вместе шьем шторы. Все, хватит уже, уйди оттуда. Все измерила. Измерила сантиметр в сантиметр. Ну что вам сказать. Дождь таки шел целые сутки. Ливень такой христалл не переставая. Я смотрю, очень хорошо все промочила. Но если копнуть, то скорее всего, то это будет сантиметров на 10. Как у нас обычно бывает, а дальше опять сухая земля. Ладно, потом посмотрим. Ну что я хочу сказать. Тут у нас повалила вот розы. Не то, что повалила, но согнула так конкретно. По-моему, не поломала. Просто очень сильно согнула. Да, целую ветку. Ее нужно подвязать. Там с той стороны еще есть одна такая небольшая веточка. Но это новый побег, почти базальный. Я бы его, конечно, сохранила, чтобы он свел на будущий год. Потому что нужно мне этот куст уже обновлять. Это у меня лагуна. Обновляла я его года два тому назад. И он опять просится его омолодить. Ну и все остальные розы, конечно, на арке тоже нужно очень хорошо природить. И омолодить. Газон выглядит очень неплохо. Но это не благодаря дождю. Это потому, что мы его постоянно поливали и удобряли в это лето. Понимая, какое сложное лето для газона. Ну а после дождя, понятное дело, он еще больше повеселел. Пока земля размокла и размягчилась, пользуясь этим, я хочу посадить в грунт гортензия. Но это Юра придет, поможет мне выкопать для них посадочные ямы. Вот сюда посажу. Тут была такая земля, что ее лопаты просто не проткнуть. Бетон. И сейчас, наверное, более-менее помягчила, размягчилась. Все еще симпатичненько цветут некоторые хосты. О, хотела вам показать одно недоразумение. Я постоянно прохожу мимо него, потому что даже самой смотреть туда не хочется. Но все-таки покажу. Гортензия метельчатая. Под названием в кавычках Magical Summer И вот, что у меня Второй год уже цветет. Но вот это вот никак не Magical Summer. Вот никак. Поэтому она отсюда уйдет. И я не знаю, то ли выбросить ее, то ли все-таки пересадить, дать ей шанс в Карпатах, там, в Закарпатье на нашей дачке. Ой, там места столько, можно отвезти ее туда, пускай там растет. Посмотрим, во что она вырастет. Я не люблю, во-первых, сами по себе такие сорта, когда стерильно-фертильные цветки. А это вообще просто ужасное что-то. Второй год у меня такое тут цветет. В общем, пересажу. Уберу ее отсюда. И сюда посажу крупнолистную. Тут ей будет хорошо. Сильно солнца тут много нету. Вот такие планы. А чем сейчас занимаюсь? Виноградик у меня на этом кусте. Неплохой тоже. А чем сейчас занимаюсь? Просто переношу из-под навеса, из беседки. Ой, зацепилась. Посмотрите на эту розу. Злая какая. Что ж вы такие злые? За вами ухаживаешь, ухаживаешь, а вы постоянно норовите то уколоть, то зацепиться, что-то порвать мне платье. В общем, чем я занимаюсь? Я переношу из-под навеса горшечные свои некоторые цветы на солнышко. Вот сюда на их старое место. Потому что прошел дождь. И вот сразу-сразу температура присела. И уже не жарко. Уже так комфортно. Даже по утрам прохладненько. И пусть они уже растут здесь. Потому что там в темноте им тоже не сильно хорошо. Алисум. По-моему, на него напала та самая великая и ужасная крестоцветная бложка. Потому что я заметила, что вдруг пропали цветы. И так, ого-го, смотрю, а он объеденный у меня. Поэтому сейчас его обстригу, обработаю и поставлю на более светлое место. Может быть, еще зацветет. В общем-то, должен. Потому что осень именно пора алисума для цветения. А сюда на пенек переставлю еще одну ипомею батат оттуда из глубины беседки. Вот одну уже сюда поставила. Очень плохо. И на солнце плохо развивается барбариза, хотела сказать. Бальзамин. Вот, бальзамин. И на солнце он горит и сразу же вянет. И в тени тоже плохо цветет. Вообще истощается, вытягивается. Ему нужно много света и прохлада. Сейчас возьму, переставлю вот эту ипомею вместе с герани туда на солнышко. Еще ей будет пару месяцев, чтобы нормально развиваться. Думаю, что вот сюда она пойдет, вот на этот пенек. Хочу с вами посоветоваться. Как-то не очень хорошо чувствует себя сбежавшая невеста. Я вот ничего не пойму, что с ней происходит. Клеща точно нет. А вот такое вот происходит постоянное усыхание кончиков листьев. Потом они сворачиваются. Вот так вот сворачиваются. Сохнут. И я их обрезаю. И она у меня бедная совсем уже облысела. Вот такое вот происходит на протяжении сезона. Вот регулярно я ее уже подкармливала калием и магнием. И обрабатывала от вредителей. Но листья все усыхают и усыхают. Что с ней происходит, не знаю. Вот сколько сейчас даже настригла. Видите? Какой-то совсем стал несчастный куст. Если знаете, что это такое и как с этим бороться, пожалуйста, напишите. Сейчас обрезала буквально каждый начинающий увядать лист. Поставлю ее еще на другое место. Пролью еще раз стимулятором. Что с тобой делать, а? Невеста грустит. Все, привела в порядок грешечный садик. А вот бокопы, между прочим, начинают свисти. Дождалась до начала осени, хорошо пошла в рост и уже начинают свисти. Хорошенькая такая. Что ж там мне все лето молчало, интересно, я мучилась. Я, знаете, что решила? Что я на следующий сезон в грешечный садик буду сажать отщитки. Вот такие. Они на солнце не горят. Они солнце, наоборот, очень любят. Им чем ярче, тем лучше. Пересыхания тоже не боятся. И смотрите, как они ярко и красиво цветут. Сейчас пролью какими-то удобрениями. Посмотрю, что у меня есть чем-то стимульно. Вечерком, скорее всего, будем обрабатывать сад, если не будет дождя, и обработаем это все тоже от вредителей, от клеща. И до ноября мой горшечный садик будет здесь еще стоять и радовать своей красотой. А вот эта композиция простояла все лето и чувствовала себя нормально. Единственное, что, конечно, очень реагировала на недополив. Сразу все вяло, но стоило только полить. И все снова становилось красивенькое. И я несколько раз уже подстригала вербейник монетчатый, а он все растет и растет. Хотелось, чтобы у меня корзинка была видна. Корзинка здесь красивая, такая плетеная. Периодически, конечно, сухие листья тут удаляю. Не без этого. Но в целом композиция выдержала все это спекотное лето наше. И вполне себе можно делать побольше на следующий сезон композиции вот вместе с этим серебристым симпатичным растением частец овечьей ушки или называется частец византийский по-другому. Хорошо он тоже чувствует себя в кашпо. Особенно, если на контрасте с какими-то другими растениями их в парочке вот так вот посадить. Еще хочу почистить эту юку. Нижние листья у юки обычно отмирают и превращу юку в пальму. У нее уже есть там небольшая ножка. Теперь поудаляю еще нижние ярусы и подниму ее на стволе. Ну и получится пальма. Ей бы, конечно, побольше места. Не рассчитывала я, что она будет такая большая, когда я ее сажала сюда много лет назад, но не было опыта. Хотелось мне юку, чтобы у меня было такое средиземноморское растение с южным шармом. Но не рассчитала, что сорт этот вырастает просто огромный. Убирать его отсюда невозможно, потому что она уже не приживется на другом месте. Корень там огромный. И придется мне ее держать вот такой вот каким-то образом в виде пальмы, чтобы она не сильно вываливалась своими колючими ветками на дорожку. Со стороны беседки это выглядит все вот так вот. Много сухих листьев. Сейчас все это обрежу и посмотрим, что получится. А вот и мой помощничек пришел. Распорядился освободившимся местом в беседке по-своему. Набанился, напарился. Чистый, хрустящий, говорит, и сразу за работу. Аделя, как же без тебя? Что там такое? Что там закусало? Что там закусало собаку? Что? Что такое? И вот таким вот волшебным образом выросла у меня на участке пальма. А что, так ничего даже смотрится, вы знаете, очень даже симпатично получилось. Эта юка очень быстро растет. Вот этот все, весь, вся верхушка, что осталось не вырезанное, это все прирост этого сезона. Представляете? в прошлом сезоне она была вот такая, как сама эта верхушка. А сейчас вот насколько выросла. Ну, хорошо, что я ее подняла на стволик. Так хорошо смотрится. И, в принципе, я тут уже все поубирала. некоторые растения тут внизу вот подстригла. Это у меня агератум и частец. И хочу еще вот здесь вот убрать вот эти ветки большие, потому что они реально уже проходу мешают. Отстригу кусок гортензии. И, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что были со мной, что привели со мной эти пару часов в саду. Всем хорошего настроения и тихой тебе ночи, моя Украина. Тихо.